200-летию регби посвящается. В 2023 году этот вид спорта, который входит в десятку самых популярных в мире, отмечает свой юбилей. И таганрогские спортсмены не могли остаться в стороне от этого события. В нашем городе регби по-настоящему любят и развивают то, что воспитывает настоящих чемпионов. Надо начинать с детства является непреложной истиной. Именно поэтому в честь юбилея этого вида спорта в таганроге прошел фестиваль детско-юношеского регби среди смешанных команд. В нем приняли участие девчонки и мальчишки 11-12 лет, которые занимаются в спортивных секциях и отделениях школы Олимпийского резерва номер 13, спортивной школы номер 2 и регбиного клуба «Таганирог». Когда фонд начинал свою деятельность, в городе занималось порядка 400 спортсменов детско-юношеских. Сейчас их 530. Мы планируем до конца этого года увеличить эту цифру до 700. А до конца следующего, 24-го года, до 1000. Это очень амбициозная задача. Для сравнения, чтобы вы понимали, вторая спортивная школа, имея 9 отделений, в них занимается 1040 человек. Так вот, мы одним отделением, одним только регби, хотим достичь этого цифра. Спортивный праздник удается на славу, если за его организацию берутся настоящие профессионалы. Развитием детско-юношеского регби в Таганроге занимаются те, кто когда-то посвятил этому виду спорта лучшие годы своей жизни. Это и городская федерация регби, и созданный чуть более года назад благотворительный фонд регби детям. И, конечно, региональный спортивный клуб регби «Таганирог». Перспективы, конечно, есть. Детей много идет. Дети хорошие, бегучие, прыгучие. Классные дети. Настоящим сюрпризом для всех участников соревнований стало появление на поле российского актера Павла Деревянко. Год назад Павел дал согласие стать официальным лицом таганрогского регби и подписал соглашение о сотрудничестве. Актер решил принять участие в этом проекте неспроста. Да, сам он родился и вырос в Таганроге. Хотя бы раз в год старается бывать в родном городе. И то, что происходит на его малой родине, Павлу Деревянко совсем не безразлично. Каким вы видите перспективы развития детского регби в городе? Я вижу вообще развитие города по всем направлениям. Максимально. Вижу максимальное развитие. Вот так. Хочется. В этом году Павел Деревянко пришел поддержать спортсменов в свой день рождения. Поэтому актер поздравлял ребят с их спортивным праздником, а молодежь дарила Павлу Деревянко свои овации. Руководители Таганрога тоже проявили большой интерес к фестивалю регби. Они пришли поприветствовать спортсменов и пожелать им побед. Таганрогу, безусловно, спорт не чужд. Ребята, у вас очень интересная, важная командная игра. Мне кажется, регби учит тому, что нужно очень в жизни. По одиночке очень сложно чего-то добиться. У вас спорт стремительных, решительных и, мне кажется, очень думающих. Конечно, сегодня в этом соревновании пусть победит сильнейший, а в жизни я желаю, чтобы все цели, которые вы себе ставили, вы их непременно достигали. С этим замечательным спортивным праздником вас. В программе фестиваля были заявлены товарищеские матчи между детскими командами. Среди болельщиков центральное место, как всегда, занимают родители юных спортсменов. Именно они выдают всю бурю эмоций во время игры, а потом с удовольствием делятся своей радостью о том, что ребенок сделал правильный спортивный выбор. Жесткий, но интересный. То есть есть цель у детей? Я вижу огромные перспективы, потому что когда мы только начинали заниматься, на тот момент, грубо говоря, создавалось впечатление, ну, такое, ну, любительское. То есть это было не профессионально, то есть это был спорт для души. Сейчас видно, что этим спортом занимаются, в него вкладываются, ну, я надеюсь, оно будет так и дальше продолжаться. У нас хорошие регбийные традиции. Нам тоже остается пожелать юным спортсменам побед и еще раз напомнить, что благодаря фонду регби детям и клубу «Тагани Рук» в городе возобновлены официальные соревнования по регби среди детско-юношеских команд. А в ближайшей перспективе будет дан старт и официальным соревнованиям по регби среди студенческих и молодежных команд.